Деяния в шариате. Эти сноски касаются, или разъяснения касаются слов шеха ибн Асаймина, где он говорит А запретная вещь, это такая вещь, за которую, если человек ее оставит, с целью ее оставить, как выполнение приказа Аллаха, так, то он за это получит награду. Так вот, можете у себя записать, то, что иногда человек оставляет запретное, не выполняя приказ Аллаха, и не желая этим выполнять приказ Аллаха. Так, этих людей бывает два вида. Первое, оставляет запретное, то есть не совершает запретное, мин гафля, то есть из-за ввения к этому запретному. В каком смысле? Например, человек, трезвенник, не употребляет спиртного, но не употребляет он спиртное не из-за того, что Всевышний Аллах запретил употреблять спиртное, так, то есть он об этом вообще не знает, может быть, даже, или его это вообще не интересует, что Всевышний запретил или что он приказал. Но оставляет он это спиртное из-за чего? Допустим, потому что он сильно увлечен каким-либо бизнесом или делом в этой жизни, так, то есть и у него не хватает время, так, не хватает у него времени на вообще это спиртное, чтобы даже о нем думать, то есть он слишком занятой человек, например, так. Это называется что? Оставляет запретное из-за гафля, из-за заввения к этому запретному. Вообще его не интересует спиртное, то есть многих людей вообще не интересует спиртное, так или нет. Многих людей, наоборот, интересует спиртное, но не интересует вообще, например, зина при любодеянии, им вообще это неинтересно, так, например. Или слушание музыки, допустим, так. То есть человек может увлекаться спиртным, но музыка его вообще не интересует. То есть он за что здесь, из-за чего он оставляет музыку? Не за то, что он подчиняется каким-то приказам Всевышнего Аллаха или запретом, так? А что? Просто из-за забвения. То есть, хафля, имея в виду, его этот вопрос вообще не интересует. Поэтому он его не касается, не трогает, так или нет? Не совершает это запретное. Так вот, этот человек перед Всевышним Аллахом награду получит или нет за то, что он оставил это запретное? Награду он никакой перед Всевышним не получит. Понятно ли? Нет. Потому что он это оставляет, не стремясь подчиняться приказам Аллаха или его запретам. Дальше. Второй вид людей, которые оставляют запретное, не из-за выполнения приказа Аллаха, это те, которые оставляют минал-аджиз. Минал-аджиз, то есть, из-за неспособности совершения этого греха. Из-за неспособности совершения этого греха. То есть, допустим, человек не пьет спиртное. Почему? Потому что у него последняя степень язвы, например. И он знает, если он будет пить, то он что? Это закончится ему фатальным, фатальным исходом. Так закончится относительно него фатальным исходом. Поэтому он что? Не употребляет спиртное. Не потому, что он Аллаха боится, или не потому, что он филхафля в забвении находится. Нет, он хочет употреблять спиртное, но просто не может. Так вот, этот второй вид бывает еще двух видов. У себя, отметьте, как две стрелочки поставьте. Еще бывает двух видов. То есть, во-первых, этот человек награду получит? Нет? За то, что он оставляет запрет? Не получит. Но их бывает два вида. Первый, это тот, который приложил все усилия для совершения этого греха, но не смог его совершить. Так, пример этому какой? Человек решил, допустим, своровать. Так, принес лестницу, поставил, только залез, так люди идут. Раз, слез, лестницу убрал, отошел. Люди прошли, опять лестницу поставил, только хотел залезть, то есть, чужой огород, опять люди идут. То есть, пробовал, пробовал, потом махнул рукой, ушел. То есть, не получилось. Понял или нет? То есть, смотри, приложил все усилия для совершения греха, но не смог его совершить. Или, допустим, убийство. То есть, подготовил все для покушения на жизнь человека. И, в конечном итоге, нажал на курок, но оказалось то, что пистолет, например, или его орудие, какое? Негодное для стрельбы, например. То есть, то, о чем он не знал. Он думал, что оно годно для стрельбы и сделал все причины для того, чтобы выстрелить. То есть, убийства не произошло. То есть, этот человек не совершил запретное вместе с тем, что приложил все усилия для его совершения. И не совершил его только из-за чего? Из-за аль-Аджза. Из-за неспособности к его совершению. Так вот, этот человек получит такой же грех перед Севышним Аллахом, как тот, который совершил грех. То есть, два человека оба покушались на жизнь, так, хотели совершить убийство. Один совершил, второго не получилось. Так совершить. Исходя из этого, но оба они получат одинаковый грех перед Севышним Аллахом. Понятно или нет? Почему? Потому что тот, который не смог совершить запретное, не совершил его не по своей вине, так? А то, что Всевышний Аллах не предопределил ему фелькон, то есть, бытие, совершения этого греха. И довод на это какой? Слова посланника Аллаха «Изальта каль мусульмани бисайфейхима фалкателю аль махтолю финнар» «Если два мусульманина сошли в сражении и у каждого было в руках оружие, то есть меч, то и убитый и убийца будут в огне». Сказали, убитый, понятно, почему в огне. Точнее, что убийца, понятно, почему в огне. То есть он совершил грех. А убитый-то за что будет в огне? Сказал, что потому, что он стремился убить своего брата. То есть он приложил все усилия для того, чтобы убить брата, но тот убил его быстрее. То есть совершил преступление или грех быстрее первого. И второй вид из этих людей. Тот, который не способен совершить запретное деяние и при этом не стремится его вообще, точнее что, хочет его совершить, но не прилагать никаких усилий для его совершения. Не прилагать никаких усилий для его совершения. Такой что? Такой получит наказание за свое намерение. То есть он намеревается совершить грех, но при этом он не способен его совершить, но никаких причин для этого он не делает, не совершает никаких причин. Такой получит наказание за свой грех, а за свое намерение, а за действие не получит. Так или нет? Потому что действий он никаких не произвел. И довод на это хадис, который приходит У имама Тирмиди, так, под номером 2325, и этот хадис Достоверный, о человеке, который Сказал То есть один человек Нет у него денег Он сказал, ой, если было бы у меня имущество Я бы поступил с ним так же, как поступает Такой-то, а такой-то богатый Тратит его в грехе То есть если бы у меня было имущество, я бы тоже что, тратил Своё имущество в грехе, понял, да? И говорит посланник Аллаху Он получит своё наказание За своё намерение, и они в этом Одинаковы Понятно ли, нет? То есть один богатый Тратит своё имущество в грехе То есть неподчинение Всевышнему Аллу А второй, у него денег нет, но он мечтает Если бы у меня были деньги, я бы тоже так грешил Понятно ли, нет? Так вот, этот Не получит наказание за действие Так как действие он не произвёл Но получит наказание за намерение Ясно или нет? Это что касается вопроса Что тот, который оставит запретное Не из-за подчинения Всевышнему Аллу Тот не получает награды Более того, может получить грех Более того, может получить грех И слова И тот, который совершит это запретное Заслуживает наказание Как мы сказали, это слово Яснохик заслуживает Это из Так, то что не каждый, кто совершает большой грех Будет подвержен наказанию Но он заслуживает его И это основа И Всевышний Аллах, если захочет, его простит Если захочет, его накажет Говорит его И Мухаррам в шариате Называется ещё Махзур и Мамнуа Если ты увидишь в контекстах Кур'ана или Сунны Слово Мамнуа или Махзур Имеется в виду Терминологически, что Мухаррам То есть запретное деяние